Как селедки в бочке. В детских поликлиниках во время профосмотров не протолкнуться. К нам в редакцию прислали видеозапись, на которой видно, как люди толпятся у кабинетов. В чем причина мы узнали у главного врача городской больницы номер один. Часами сидеть в очереди занятие тяжелое и неприятное даже для взрослых. Что уж говорить о детях. Но такова суровая больничная реальность. Переполненные коридоры, уставшие дети и родители, срывающие злость на врачах. Всех можно понять, но все-таки, почему осмотр нужно проходить всем в один день? Неужели нельзя организовать прием таким образом, чтобы маленькие пациенты и их родители не тратили столько времени и нервов на поход к врачу? Мы решили найти ответы на эти вопросы и обратились к главному врачу городской больницы номер один, где было снято присланное нам видео. Сейчас у нас проходят профилактические осмотры, которые проводятся для детского населения согласно приказам Министерства здравоохранения России 2012 года. И должны проходить эти результаты, быть выявлены в 10-дневный срок. Это узкие специалисты. Они у нас все на подработке. То есть это из-за того, что у нас кадровый дефицит, у нас специалисты приходят с других больниц. Чебуркуляс, Челябинска приезжают. Поэтому каждый день мы их не можем задействовать. Они у нас определено время, вторник, четверг, каждого месяца проходит профилактический осмотр детей. Получается, что основная причина очередей – нехватка кадров, а неплохая организация приема. Так что в ближайшее время в лучшую сторону вряд ли что изменится. Такова печальная действительность. Поэтому врачи советуют родителям, которые приводят детей на осмотр, запастись терпением, едой и водой. Сидеть придется долго. Профосмотры проводятся дважды в месяц. Это значит, что два раза в месяц таких очередей никак не избежать. Ирина Горностаева, Александр Лядов, ОТВ МИАС.